Вот умеет Сергей Лазарев порадовать своих поклонников. То совместку с Димой Биланом запишет, то клип выпустит, то новый альбом. Настоящий трудоголик, да и только. 15 декабря фанаты Сергея Лазарева ждали с особым трепетом. Еще бы, певец презентует свою новую пластинку в Эпицентре. Само название говорит за себя. Я с самого раннего детства занимаюсь музыкой, и всегда мое творчество, моя музыка и моя жизнь, и личная жизнь, она всегда в Эпицентре внимания. Поэтому, в общем-то, это отразилось в названии альбома, и песня тоже есть с таким названием. А ведь артист начал интриговать фанатов еще летом. Каждый месяц выкладывал по треку с готовящегося диска. Но теперь полунамеки в сторону. Открывать альбом будет песен так красиво. Эта песня, которая сейчас активно визератируется, является большим хитом. А ведь Лазарев почти два года не выпускал альбомы. Все это время он трудился над новой пластинкой. И в итоге даже слегка перестарался. В итоге набралось почти 25 песен, Я подумал, что сразу 25 песен, наверное, в альбоме это слишком много. И он такой получается разношерстный, разносторонний. Я все-таки хотел как-то поделить и разделил на два альбома. Вот сегодня выходит русская версия альбома, там только песни на русском языке. А весной, накануне моего шоу в Москве в Олимпийском, в апреле месяце, выйдет англоязычная версия уже с песнями только на английском языке. Почему для первого релиза была выбрана середина декабря? Оказывается, все просто. Мы все-таки неким образом разводили два релиза, больших релиза в iTunes, в российском шоу-бизнесе, альбом Дима Билана и мой альбом. Мы не планировали как-то так вместе выпускать альбомы. Это, наверное, совсем неправильно. Но так получилось, что наши релизы тоже рядом, мы так параллельно пошли. И просто для того, чтобы разместить хотя бы на две недельки, так мы вот так Дима выпустил, по-моему, первого числа, а я спустя две недели. Оценить старания артиста и его команды можно уже сейчас. Всего за несколько часов альбом Лазарева взлетел в топ российского чарта iTunes. То ли еще будет.